Как ты считаешь, какие три главные причины того, что люди сейчас идут волонтеры? Не могу сказать за всех людей. Может быть, можно я отвечу за себя, почему я вообще занялась волонтерством? На самом деле волонтерство учит общаться с разными людьми, так как я учусь на журналисты и работаю в этой сфере. Мне очень интересно уметь контролировать свои эмоции, уметь общаться с разными людьми. Это всевозможные связи. Например, на Ивлге я познакомилась с мальчиком Александром Юдзен, который тоже занял призовое место. И сейчас я с ним делаю общий проект «Лица Победы». Это, безусловно, проявление каких-то своих профессиональных качеств. Ведь я руководитель проекта, например, и я должна уметь делегировать, должна уметь, опять-таки, выстраивать, не знаю, цепочку своих мероприятий. Должна дисциплинировать себя, контролировать процесс своей деятельности, рано вставать, во сколько ложиться. Я очень эмоциональная девушка, и благодаря волонтерству я стала, наверное, чуть добрее, что ли, чуть открытие. Хотя я и так открытая девушка, но эмоции учат из негатива превращать как-то, в общем, интерпретировать эмоции очень здорово. В одном из интервью вы сказали так, «Самое интересное, помощь при осуществлении проекта со стороны опытных старших наставников практически отсутствовала. Я автор, организатор и исполнитель. Конечно, мне морально помогает моя семья, а пробировала я проект на личные средства». Почему инвестировать деньги, инвестировать свое личное время вы решили именно в волонтерстве? Начала я все это сама, потому что боялась, что вдруг не пойдет. Хотела попробовать действительно свои лидерские качества, попробовать самой все это сделать, а потом уже заявляться на какие-то конкурсы, выигрывать гранты, что, собственно, и произошло, к счастью, теперь у меня есть команда. То есть зачем пустословить? Я попробовала сама, у меня получилось. Да, при поддержке родителей они были моими логистами, возили меня по школам, все остальное я делала сама. Еще пролистывая твои фото, также видела много фотографий из каких-то мероприятий, различных конкурсов, но было очень мало фотографий с волонтерской деятельности, непосредственно фотографий, показывающих то, чем ты занимаешься. И почему такая непубличность в этом плане? Фотографии я очень часто выкладываю, может быть, не в ВКонтакте, я в Фейсбуке, в Инстаграме, я наоборот развиваю это движение, и считаю, что действительно, так скажем, пропаганда в социальных сетях очень важна. Сейчас молодежь очень часто сидит, пролистывает ленту, любит хэштеги. Заявить о себе, о своей деятельности, я за это. Давай плавно перейдем к конкурсу «Студент года». Какие у тебя были эмоции, когда назвали твое имя, и насколько я знаю, твою фамилию произнесли с ошибкой. Это моя вечная ошибка на самом деле, фамилия болгарская. Я чувствовала, что я буду лауреатом, я себя очень достойно представила, я знала, что я буду стоять на сцене, но когда мы втроем встали, я поняла, что именно сейчас откроют этот конверт и скажут чью-то фамилию, как бы уверенности особо не было. И я вот закрыла глаза на этот момент, как сейчас помню, и думаю, господи, ну да, да, уже, как вы говорите. И так долго длился этот момент, пока открывали конверт, всматривались в фамилию, неправильно ее назвали. А я текста не готовила, и я как, я не знаю, спасибо всем, вот, кому вспомнила, того вспомнила, родителям Самарского дома молодежи, потому что поддержка была невероятная. Это же не первая твоя победа во всероссийских конкурсах. Навык побеждать уже выработался, наверное. На самом деле я так воспитана, что если вы есть, будьте первыми. Мама всегда говорила, что, Лена, если ты едешь на какой-то конкурс, главное не участие, это все ерунда, главное победа, и я всегда настраивалась на то, что я должна выложиться полностью, должна победить. Какие планы на будущее? Останешься в Самаре, продолжи заниматься той деятельностью, которой занимаешься сейчас, волонтерством? Если говорить о глобальных планах на будущее, то, наверное, у меня есть такие, три, наверное, главных цели. Это, во-первых, я считаю, что каждая девушка должна стать супругой и мамой. Я мечтаю об этом дальше, и в ближайшем будущем вижу себя, собственно, мамой, супругой. Далее, наверное, стать телеведущей, журналистом, потому что я учусь в этой сфере, я работаю непосредственно. Дальше проект, развивать добровольческий проект на всероссийском уровне. Было бы здорово, чтобы не только в Самаре был десант, да не только десант, на самом деле идей очень много, но выйти на всероссийский уровень с добровольческим, наверное, все-таки патриотическим проектом, потому что это важно сейчас, это здорово. Вот такие вот три моих цели на будущее. Субтитры создавал DimaTorzok